Вернулся из отпуска, жди гостей. К двери наведаются сразу несколько инстанций. Медработник, сотрудник администрации и полиции. Для чего? Для того, чтобы спросить, как самочувствие. Итак, по несколько десятков раз в день проверяют соблюдение карантина после возвращения из стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Связь через домофон. Сидим на карантине, звонили же участковому. Сидите на карантине? Да, да. А как у вас самочувствие? Да, отлично, все, спасибо. А больничный? Все тогда... А саму я можно? Да, сейчас врач подойдет, переговорит с вами. А вот поговорить лично и попасть в квартиру может только врач со средствами защиты. Одноразовая халата, одноразовая маска, шапочка на голову специальная, перчатки и средства для забора мазка. Те, кто вернулся из отпуска, этот анализ должны пройти как минимум дважды. Если, например, бессимптомное носительство или вообще нет признаков остого респираторного заболевания, первый мазок из рот или носоглотки берется в первый день прибытия из стран, где зарегистрирована коронавирусная инфекция, это обычно в аэропорту, и на 11-й день посещения поликлинику или же вызова на дом. А если симптомы ОРВИ и острой респираторной вирусной инфекции есть, то анализ нужно сдавать в первые, третьи и десятые дни как минимум. По последним данным, в области на самоизоляции находится более полутора тысяч человек. На границу выезжали? Ну, я выезжала в начале марта. А на карантине сейчас находитесь? Нет. Тогда переговорите с представителем здравоохранения, который станет. А, сейчас я... Не надо выходить, не надо выходить. Как оказалось, режим соблюдают далеко не все. К кому домой не попались сегодня, позже постучатся снова. Они берутся на контроль на особую, то есть в списке ставится отметка, да, о том, что либо потом организовывается повторный выход уже, и информация передается сотрудникам здравоохранения, чтобы они у себя это учли в работе, поскольку сотрудники, не сотрудники, а жители не поддерживают карантинный режим, то есть сами себя не огородили от этого. Поэтому они будут контролироваться дополнительно. Есть и первое административное дело. Оно возбуждено в отношении женщины, которая вернулась из-за границы. Ее, скорее, ждет штраф. К слову, его максимум сегодня 500 рублей, но плодом безответственности вполне может стать и уголовный срок. Сейчас на рассмотрении в Госдуме целый ряд законопроектов об ужесточении мер для нарушителей карантина. Софья Кременецкая, Антон Комаров. День событий.